Привет, дорогие друзья! Недавно в видео я разбирал автоворонку через Instagram и рассказывал про сервис Leadfit, который я использую. Так вот, в этом видео я вам хочу подробно рассказать об этом сервисе, который позволяет автоматически отправлять сообщения новым подписчикам и таким образом выстраивать определенную воронку. Расскажу, что за сервис, как им пользоваться, как его настроить, какие есть функции в нем, а в нем, поверьте, очень много, насколько он безопасен и о тарифах, которые присутствуют. Поэтому смотрите видео, не переключайтесь. Итак, друзья, я вам сейчас расскажу про сервис Leadfit. Это сервис отправки сообщений новым подписчикам в Instagram и также там есть возможность разные отправлять сообщения, разные функции. Мы сейчас все это разберем. Я войду в кабинет и вам все подробненько расскажу. У меня уже зарегистрирован аккаунт. Если вы первый раз используете, вам нужно пройти регистрацию. Вход. Дальше, что вообще нужно, как начать пользоваться сервисом и как он работает. Для того, чтобы им начать им пользоваться, нужно перейти на вкладку оплата сюда. Выбрать тарифы и добавить аккаунт. Есть разные тарифы. Очень дешевый, я считаю, сервис для того, но он работает бесперебойно, качественно и с ним никогда не было косяков. Поэтому выбирайте, сколько вы хотите подключить аккаунтов, доступные цены, также проводится много акций. Вам нужно именно здесь зарегистрироваться, то есть оплатить через Робокассу, Яндекс или Яндекс Кошелек. У меня оплачено 3 месяца до 20.04.2019. Здесь все показывается время. Дополнительные услуги, они вам на данном этапе вообще не нужны. Это для больших заморочек, для магазинов и все остальное. Также, чуть подробнее, дальше вам расскажу еще про одну фишечку, которая будет вам полезна. Сервис работает облачно и вам необходимо один раз добавить аккаунт и создать для него задание. Затем вы сможете закрыть вкладку или выключить компьютер и сообщения продолжат отправляться. Лимиты и паузы уже заданы в сервисе и он использует определенный алгоритм, чтобы не было блокировок. Также не использует прокси и есть возможность подключать прокси. Смотрите, что мы делаем. Переходим дальше, рассылку, как ее настроить. Вот кнопочка рассылка. Здесь можете нажать вообще вот внизу, вам раскроется общая панель. Будет написано. Вы один раз все настраиваете и вообще забываете. Я пару месяцев назад настроил, у меня ежедневно отправляются сообщения и никаких проблем вообще нет. У меня ежедневно где-то конверсия от сообщений на подписку, примерно где-то 10 сообщений. В день приходят. То есть человек хочет узнать подробнее. Нажимаем на рассылку. Перед этим мы, конечно же, подключили аккаунт. Выключили в нем. Ну давайте я вам сейчас расскажу. Нажимаем на рассылку. На вкладке рассылка. Нажимаем кнопочку добавить аккаунт или добавить пользователя. Добавляем. Предварительно, конечно же, вам нужно было оплатить тариф и ввести все данные. Если у вас включена в инстаграме двухфаторная авторизация, ее отключите, потому что не сможет залогиниться этот аккаунт в этом сервисе. А потом, когда вы подключились, сможете заново включить в настройках своего инстаграма эту функцию. Также хочется что сказать. Безопасно и безопасен ли этот сервис? Какие у него лимиты? Использование этого сервиса абсолютно безопасно. Сервис самостоятельно задает паузы между отправками. И вам остается только создать задание. Лимиты на отправку по новым подписчикам где-то 70 сообщений в сутки. По списку и по конкурентам 50 сообщений в сутки. Данное количество сообщений безопасно для отправки и больше живым не может грозить блокировкой. Чтобы увеличить количество отправленных сообщений, добавить нужно просто аккаунты. Итак, как написать текст для рассылки? Рассылка. И нажимаем на аккаунт, который мы добавили. Смотрите, как все здесь происходит. Первое. Вы выбираете, кому будут отправляться сообщения. Это рассылка по. Есть возможность отправлять по новым подписчикам. То есть, это тем людям, которые подписались на вас. И когда произошло подписание на вас, на ваш аккаунт, им будут автоматически уходить сообщения. Дальше. По всем подписчикам. Вы можете создать рассылку по всем подписчикам, которые у вас есть определенное сообщение. И всем оно будет отправляться. Через интервалы, конечно же. Это все сам регулирует этот сервис, который называется LeadFit. Дальше. По своему списку. Есть возможность, скажем так, выбрать определенные аккаунты через другие сервисы, создать список. И по определенному списку сделать рассылку. Дальше. По новым подписчикам и конкурентам. Что здесь имеется в виду? Здесь вы можете отправлять сообщения людям, которые подписались на ваших конкурентов. Вот я сейчас выберу. Например. Здесь смотрите текст. Дальше расскажу. Вот здесь вы вводите логин. Логин и конкурентов. Ввели логи конкурентов. И люди, которые будут подписываться именно на этих людей, на эти аккаунты, им будут автоматически от вас отправляться сообщения. Очень интересная штука. И я бы сказал, даже продуманно. Так что, когда вы... Все-таки мы равняемся на определенных людей, на лидеров мнений. Ну, конечно же, все зависит от ниши, в которой вы собираетесь развивать свой бизнес, развиваете бизнес. Поэтому функция очень интересная. Дальше. Есть возможность по всем подписчикам конкурента. То есть, опять-таки, вбиваете конкурента. Логин 1, 2, 3. Ну, сколько там вас интересует, за кем вы следите. И всем их подписчикам будут отправляться сообщения от вас там с предложением. Ну, вам нужно продумать, конечно же, что уже вы будете предлагать. И дальше есть возможность отправка по хэштегам. То есть, вы вбиваете в хэштеги. И люди, которые используют в своих постах данные хэштеги, программа их фильтрует. И автоматически им отправляют сообщения. Тоже очень удобно. Это, ну, такой, конкурентная разведка, я бы так сказал. Можно все тестировать. Но я вам подробненько расскажу про метод, который использую я. Это по новым подписчикам. Здесь нельзя одновременно взять и использовать все вот эти методы. Почему? Ну, потому что вас могут заблокировать, правильно? Потому что есть определенные лимиты. Поэтому вам нужно выбрать что-то одно. Можете чередовать, тестировать. Ну, а сейчас, например, я буду вам приводить по новым подписчикам. Мы выбрали новых подписчиков. Дальше мы выбираем тип рассылки. Какая-то будет рассылка. Можно отправить. Текст плюс ссылка. Но если в вашем тексте есть определенная ссылка на какой-то сторонний ресурс, и чтобы она была активна, вы выбираете этот параметр. Все, вбиваете текст, ссылочку, и оно все будет активно. Дальше можно отправить пост. Если у вас есть какой-то конкретный продающий пост, вы вбиваете его сюда, ссылку на него, и также людям будет отправляться рассылочка с этим постом. И третий это текст плюс пост. То есть определенный текст и пост, который будет сопровождать данное ваше предложение в тексте. Выбирайте, что вам удобно. Я обычно выставляю текст плюс ссылка. Дальше. Как же ввести текст сообщения и что там можно писать? Чтобы избежать блокировки сообщений, нужно написать несколькими вариантами. Это нужно для того, ну, скажем так, если будут чередоваться ваши сообщения, но иметь один определенный смысл, то это хорошо, потому что вас система не будет банить. Инстаграм не славится, конечно, банами, но тем не менее, бывают случаи, чтобы этого избежать и исключить вообще, сервис позволяет нам чередовать слова. Дальше. Что хотелось бы сказать? Что мы делаем? В тексте нужно написать синонимы. Вот здесь пример есть. Смотрите. Ставим скобочку, открываем точнее. И пишем «Здравствуйте». Ставится палочка, потом «Добрый день», «Доброго времени суток», «Приветствуем», «Приветствуем вас», «Привет». И закрываем. Следующий открывается скобочка «Благодарю», «Благодарим». И дальше открывается скобочка «За подписку», «Что подписались». И смотрите, какой будет алгоритм. Первое сообщение отправляется следующее. Будет «Здравствуйте». Дальше. «Благодарю» «За подписку». Следующее сообщение будет отправляться такое «Добрый день». Дальше идет, в следующей скобочке идет «Благодарим». И следующее, что подписались. Понимаете, как бы смысл не меняется. То есть одинаковые слова, синонимы, они чередуются. В каждом новом сообщении будет идти чередование. Таким образом не будет отправляться один и тот же текст. И значит система будет понимать, что это пишете вы. Ну, реальный человек. Смотрите, что я еще предлагаю. Я вам предлагаю написать в комментариях. И я выложу шаблоны, которые вы можете скопировать и подставить в свой текст. То есть прям выложить целый шаблон. С такими вот «Здравствуйте», «Добрый день», «Привет», «Приветствую», «Здравствуй», «Доброе время суток», «Спасибо», «Благодарю», «Рады», «Приятно», «Хорошего», «Отличного», «Суперского», «Великолепного настроения», «Дня». Ну, в целом, вот такую вот основу, которую я вам дам, вы сможете ее запустить и оно будет самоочередоваться. У вас будет пример, хотя бы здесь есть пример, но я вам дам больше, так скажем, примеров, которые вы сможете использовать в своем бизнесе. Окей, поэтому пишите в комментариях и получите ссылочку на этот шаблончик. Дальше, что хотелось бы сказать. Здесь есть определенные фильтры. Мы, когда нажимаем на него, есть фильтры по количеству подписчиков. То есть мы выставляем, каким людям будут отправляться сообщения. Например, на вас подписался человек, если мы выставили лимит, у него количество подписчиков от 100 до 1000, а если у него 50 подписчиков, ему тогда не отправится сообщение. Система будет фильтровать людей, видеть, сколько у него подписчиков, если подходит под этот параметр, ему уходит. Если нет, не уходит. Также количество подписок и количество публикаций. То есть, ну, если я какой-то новый аккаунт, и вы понимаете, что не хотите тратить свои количество вот этих сообщений, которые можно отправлять в сутки, и люди будут на вас подписываться, то вы выставляете, что если это новый аккаунт, он вам не интересен. Если он уже как бы живет достаточно давно, можно выставить, например, от 20 публикаций или от 15. Вы здесь сами подумаете, от скольки до скольки. И система будет фильтровать. Дальше. Есть фильтр, который называется стоп-слова. Если есть указанные слова в описании профиля, то этим профилем не отправится сообщение. Но это больше касается коммерческих каких-то профилей. Эти стоп-слова можно найти в интернете, прям в бейте, в поисковике стоп-слова Instagram. И оно вам выдаст. Эти стоп-слова вы можете сюда забивать, чтобы не тратить время на коммерческие аккаунты. То есть магазины, какие-то определенные бренды. Ну, зачем вам нужно? Вам нужно, например, мне в моем бизнесе необходимы конкретные люди, а не какие-то бренды. И дальше есть фильтры, которые называются белые слова. Белые слова это наоборот, только если есть слова в описании отправится сообщение. Понимаете, да? Если есть именно эти слова, тогда будут отправляться этому аккаунту сообщения. Здесь вы подумаете, что вам лучше всего использовать и нужно ли использовать определенные фильтры. Я на самом деле не использую никакие фильтры. Я делаю вот рассылка по новым подписчикам, тип рассылки текст. И здесь у меня стоит текст. Все. Дальше я сильно не заморачивался и у меня это работает. Но вы в связи со спецификой своего бизнеса можете это делать. И система нам позволяет все это контролировать. Дальше. Какие есть еще возможности? Очень интересно. Смотрите, есть все сообщения. Что это такое? Например, у вас подключено несколько аккаунтов и к вам постоянно будут писать комментарии, будут отвечать в директ. И вы можете пропускать или вам неудобно постоянно переключаться между ними. Тогда вы заходите в этот сервис и здесь переключаясь между аккаунтами, вам видно. Вам видно, кто вам что написал. Вот в директ, если написано, значит вам люди написали в директ. Вот нам что-то вот прислали в директ, да? Вот в директ. Вы можете здесь переключать. Вот комментарий, например, был определенный под нашим постом. И я вот так же могу здесь написать, вот был комментарий, например, я здесь беру, отвечаю на него, пишу, спасибо, очень приятно. Нажимаю send. Все, этот комментарий опубликуется у меня на аккаунте в Instagram под этим комментарием человека, Клауд Шмидт. Очень удобно. Понимаете, смотрите, здесь вы можете так же отфильтровать. У вас сообщения есть неотвеченные, да? Вы нажимаете и сразу можете пробежаться по сообщениям, на которые вы не отвечали. Есть все сообщения, важные сообщения, важные сообщения, которые вы отмечали. Комментарии. Очень важно на самом деле отвечать всем на комментарии. И сюда заходите, просто есть комментарии, которые, знаете, плюс-плюс-плюс, ну, в зависимости от того, какая у вас специфика, какие у вас призывы к действию ваших постах. и чтобы не пропустить что-то вот нажимаете комментарии не отвечены и вот можно заходить читать вот к этому посту был такой комментарий тогда я на него могу ответить свободно чтобы не ходить через не делать через конкретно телефон в одном месте можно собрать все 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 также можно выполнять эти действия через telegram бота и вот будет присылать вам уведомления на аккаунт то есть в telegram и вы сможете отвечать на них нажав кнопку рипли на чужом не на чужом простите а на нужном уведомление я вам сейчас покажу и расскажу как это сделать вы могли подключить свой бот тоже удобно когда приходит оповещение вами нужно найти под каждым мониторить каждое сообщение не нужно мониторить каждый пост ответили вам не ответили что когда идет тесный интерактив с вашими подписчиками ну а это немаловажный факт всегда быть на связи и желательно всем всегда отвечать потому что идет такая знать утепление с вашей аудитории чтобы не пропускать мы делаем такие вещи с помощью сервисов как же подключить нам telegram бота на вкладке оплата на вкладке оплаты в самом низу есть уведомление в telegram 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 вот и здесь написано для подключения напишите боту вот определенным боту его копируйте поисковике своего телеграма находите и отправить и нажмите команду старт вот в ответном сообщении пришлет вам код который нужно указать в поле ниже то есть вам придет там код вы выберете вставляйте сюда и нажимайте сохранить все очень просто и быстро вы подключаете telegram бота и теперь как только человек вам ответил на комментариях только человек написал в директ вам будет приходить сообщение в telegram и вы прям там же можете ему ответить на комментарии или в директ прям с telegram бота очень удобно правда и офигенно офигенно просто сервис прямо откачать в одном месте столько всяких возможностей и также смотрите здесь есть партнерская программа вы можете включить сюда промо-код написать самостоятельно какой вам интересен у меня это млм 5 free что это дает это дает тот кто вводит при оплате код он получает 5 дней бесплатно к тарифу который он подключает очень и так здесь как бы небольшие тарифы да еще плюс 5 дней можно получить бесплатно и это очень выгодно как вам так и людям которые это делать где знаете такая взаимосвязь получается люди которые подключаются по вашему промо-коду они получают 5 дней бесплатно вам как партнером чей задействован был код там на начинается есть какие-то начисления я честно говоря там не лазил но мне эта фишка нравится потому что мои партнеры могут получать дополнительно бесплатно 5 дней к своему тарифу использования этого сервиса это очень удобно на самом деле кто откажется от такой подарка такого вот и все ребята это что касается сервиса рассылки мне он очень нравится я его рекомендую вам потому что он дешевый он надежный он работает стабильно я на какой-то этап пользовался инста плюс и там честно говоря сообщение кто то ли быстро уходили то потом а она останавливала здесь никаких остановок нету вот сам здесь регулирует частоту отправки есть также возможность если на вас много подписывается что можно сделать использовать такой лайфхак о них о нем вы можете почитать вот здесь факю это то есть вопрос ответы и здесь вот как отправлять больше сообщений по новым подписчикам если например вам подписываться больше там 100 200 человек здесь написано что нужно делать чтобы человек людям уходило больше сообщений от вас поэтому ребята используйте этот бот он недорогой я вам просто его рекомендую потому что самого использую получая хорошую конверсию в бизнес друзья если вам было полезно этом видео и ответил на все ваши вопросы ставь пожалуйста палец вверх и подписывайся на мой канал также оставляй комментарий и оставлю тебе шаблон сообщения которые я приводил пример при настройке рассылки ну а я вам хочу пожелать больших конверсий новых партнеров в бизнес больших продаж и чтобы ваш день был еще ярче еще солнечнее до скорых встреч с вами был владимир кавленко пока